Если вы не видели предыдущую часть, благодаря которой и вышло это продолжение, то вы можете перейти по подсказке в правом верхнем углу экрана, ну или же по ссылке ниже в описании. А с вами вновь ваша вредная морда, комрад Эльвавучо. Ситуация с доминированием в телевизионной анимации стала меняться в 80-е годы. Несмотря на продолжение своих хитов и появление на экранах новых проектов, произошли следующие события. В 1982 году происходит запастовка аниматоров из-за условий контрактов работников данной должности со студиями. Это же коснулось и студии Ханна Барбера. Последствиями стали перенос 2-х третьих своих производств на аутсорсинг в страны Азии и в Австралию, которые предоставляли свои услуги при создании анимации гораздо дешевле. Ближе к концу десятилетия на арену анимационных студий для телевидения вернулись два крупных мастодонта — Warner Bros. и Walt Disney Company. Первая студия вновь решила открыть свое подразделение с созданием проектов как у себя, так и у студии поменьше, работавших по контракту или же купленных. А студия Disney, пережившая не самое лучшее время из-за смены руководства и производства полных метров, решила сделать ставку на те же малые экраны и перед выпусками своих сериалов и шоу купила телеканал ABC для последующих трансляций. В 1990 году Ханна Барбера была выставлена на продажу и была куплена бизнесменом Тедом Тернером, владельцем развлекательного конгломерата Turner Broadcasting Systems, TBS. Через 6 лет он войдет в состав Warner Bros. Покупка активов подразумевала дальнейшее производство проектов, а также преобразование студии и создание отдельного канала для трансляции, что и произошло в дальнейшем. В октябре 1992 года в Штатах запускается первый круглосуточный анимационный канал Мультисеть, она же Cartoon Network, чья трансляция началась с показов коротких метров и сериалов студии Warner Bros., MGM и Ханна Барбера. Внутри канала были и свои блоки, первым таким стал блок Тунами для показов аниме, а ближе к началу нулевых, в ночное время суток и чуть ли не до самого утра, блок взрослой анимации Adult Swim. Тем временем на самой студии пополнился штат аниматоров и режиссеров, некоторые из которых в будущем выпустят свои шоу и лишь станут шоураннерами. Последний переезд произошел в 1998-м, и студия вплоть до своего закрытия расположилась на Sherman Oaks по соседству с Warner Bros. Animation. После смерти друга и коллегии Уильяма Ханны 22 марта 2001 года, Джозеф Барбера продолжал дальше участвовать в создании новых сериалов уже внутри студии Warner Bros. Когда их детище окончательно вошло в состав студии, переименовалось в Cartoon Network Studios и упразднилось. А когда скончался и Джо Барбера, 18 декабря 2006 года, права на их студию и работы отошли по наследству Warner Bros. Неужели на этом история студии Ханна Барбера закончилась? Не совсем. И не стоит заканчивать ролик на столь грустной ноте. Потому что далее я расскажу вам о плюсах и минусах как зритель и не только. Из минусов, которые быстро бросаются в глаза даже сегодня, это использование тех же сюжетных троп, читайте как клише, используемых в ситкомах. В каждом их сериале использовалось повторение конкретных закатовок. Таковы были рамки ограниченной анимации. При производстве мультипликата анимировали только те части тела героя, которые в конкретный момент хронометража и использовались, в то время как остальные элементы были статичны. Вот так для одной серии от 7 минут и выше мультипликат из 14 тысяч рисунков сократился в 7 раз. И это я перечислил лишь часть минусов, исходя из воспоминаний и пересмотра материалов. Может быть вы их знаете гораздо больше? Напишите в комментариях. Ну а какие были плюсы и какое наследие осталось? Будучи первой телевизионной студией, началось постепенное внедрение цифровых инструментов, используя их для своего анимационного конвейера. Присущая для 50-х годов стилистика UPA сохранилась, как и у студии конкурентов. Но в дополнение к ней стали использовать флеш-анимацию, вернее и её прообраз, задолго до появления компьютеров. Кстати о компьютерах. Подглавлявший тогда студию в 1979 году Марк Левой, известный миру как научный сотрудник и вице-президент компании Adobe Incorporated, предположительно убедил Билла и Джо внедрить ПК ради упрощения трудоёмкого процесса рисования и фотографирования объектов. С внедрением ЭВМ снизились затраты на чернила, краски и рабочую силу. Это стало заметно лишь пять лет спустя и вплоть до 1996 года. Ханна Барбера была известна своей обширной библиотекой звуковых эффектов. Многие из них представлены на выставках в музее Нормана Рокуэлла. Cartoon Network Studio в 2007 году открыла своё подразделение в Великобритании для создания и выпуска анимационных сериалов. Только вот сейчас она называется Ханна Барбера Йоуроп, в дань памяти уважения головной студии, которая ныне сейчас по бумажкам не существует. О вселенной этой студии вспомнили и держатели интеллектуальной собственности, то бишь Order Brothers, задумав в конце десятых годов перезапуски их проектов, что для кинотеатрального проката, что для малых экранов и стриминга. Только вот качество контента вызывает большие вопросы. Нахрена? А главное зачем? Ну и сразу вспоминается два примера. Это Скуби-Ду, ну точнее полнометражка Скуб, и Том и Джерри сняты в игровом формате. Пока это только две полнометражные картины, худо-бедно привязанных к некогда студии первого проходца телевизионной анимации, ну и созданных непосредственно Билл и Мэджо, кто б сомневался. Пополнить этот список могло готовое, но отменённое продолжение по Скуби-Ду, чьи работы были полностью завершены после отмены проекта к показу на HBO Max. Виной тому сокращение студии и переориентировка кампании на кинотеатральные постановки после пандемии коронавируса. Появились ли сериалы для взрослых? Конечно, но при Уорнерах и своём канале Cartoon Network. Просто на самом старте это были перемонтированные и переозвученные старые сериалы студии, которым приложил руку вице-президент канала Майк Латсо. Лишь через пару лет после запуска Adult Swim началось создание оригинальных проектов. Братья Вентура, Рик и Морти и прочие. Не только блог может похвастаться одними мультсериалами с рейтингом 18+, и экспериментальными фильмами с большой дозой сюра, трэша и эротики, ну и программами типа шоу Эрика Андре, спецназ из Сан-Диего и так далее. А кто выпустился из этой студии? Знакомые по современным проектам нынешние шоураннеры. Сет Макфарлейн, Генди Тартаковский, Крейг МакКрэкон и Лоурен Фауст. Вот такая история о студии Ханна Барбера. С момента открытия большинство их шоу были наполнены духом взаимопомощи и комичной атмосферой, несмотря на то, что они выглядели просто и незатейливо. Именно эти составляющие и стали ключом к успеху. Сложившись вместе, они стали путеводной звездой компании, которая мелькала на логотипе их заставки. Многие люди, которые работали на студии, до сих пор вспоминают с теплотой проведенное время с коллективом. Их выросшие зрители уже не одним поколением лицезрели их программы, которые транслировались по телевизору. Эти мультсериалы были популярны не только в родных штатах, но и в России, где в 90-е и нулевые мы увидели их работы в утренних и дневных мультблоках на ТВ6, СТС и Cartoon Network. Ну, вообще, в принципе, как сказала однажды моя супруга лет пять назад, когда пришел новый сезон, и меня снова на Пифагорье уже пригласили. И тогда жена моя сказала, «Ты знаешь, мы должны с Кубиду поставить памятник небольшой. Он нас кормит с 90-х годов». Ну, натурально, да? То есть персонаж... Вы знаете, для меня на самом деле... Я, по-моему, где-то уже говорил это наверняка в интервью, что когда я... Мы начали только тонировать. Прошел первая серия, которую мы сделали, вторая. И я подумал, боже мой, что за убожество? Ну, ладно. Скорее всего, один сезон этот... Я не знал его истории совсем, этого мультфильма. В конце 90-х мы были в неведении. И я думаю, ну, один сезон, наверное, он не продержится. Ну, настолько все очевидно. То есть все драматургические ходы сценарные, они просто прочитываются уже к третьему мультфильму однозначно. Кто это будет смотреть? И то, что вдруг все как раз наоборот, именно понимание того, как это будет развиваться, обеспечило их... И как бы стабильность характеров главных героев обеспечило мультфильму вот такую фантастическую совершенно жизнь. Ну, было забавно. Это было забавно. Ну, а потом я так сроднился со Скуби и Шеги, что уже там много довольно хулиганства. Благо, у меня были очень талантливые и интересные режиссеры, которые также по-детски увлекались. И когда я там мог позволить себе какую-то отсебятину вдруг, ну, я уже был внутри. То есть когда внутри мультфильма, я имею в виду, когда отсебятина твоя не является чем-то посторонним, она все-таки изнутри. И тогда всех охочут. Ты видишь, артист, он артист. И когда ты видишь через стекло, как в аппаратные ребята хохотать начинают, то, конечно, это приятно. Вопрос о том, появятся ли какие-нибудь еще проекты, связанные с Ханна Барбера и желательно хорошего качества, без повесточек и прочих разнообразий, остается открытым. Но одно я знаю точно, что гештальт по Белу и Джо официально закрыт. А дальше меня ждет мышиный дом. Ой, похоже, мне будет очень весело. Надо не добраться сил. Ну а на сегодня у меня все. Большое вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было очень интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь, измените в колокольчик, делитесь роликом с друзьями, оставляйте комментарии, переходите по ссылкам ниже в описании. По желанию вы можете поддержать меня донатом на Donation Alerts или подпиской на Boosty. Вот такие дела. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok